Всем привет, друзья! С вами мистер Фокс. У нас сегодня будет зарисовка о рыбалке, историческая зарисовка. Я вам сегодня покажу вот такое вот чудо. Это советский спиннинг, алюминиевый. Это будет экскурс в историю для современных рыболовов, для тех, кто, собственно, сейчас ловит на углепластик и не знает, на что начинали ловить мы. Подробно сейчас расскажу про эту историю. Надеюсь, вам понравится. А сейчас в качестве рекламной паузы хочу пригласить вас на канал. Я завел студию в Дзене, посвященную хоккею. То есть всех, кто интересуется хоккеем, ребят, прошу, заходите по ссылке. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, очень этим поможете. И, соответственно, сможете следить за новостями хоккея из НХЛ, за нашими ребятами там. Буду описывать все, что там происходит. И, надеюсь, будет интересно. Всех вас там жду. Ну что, начинаем разговор. Вот такое вот чудо. Старички сейчас уронят скупую мужскую слезу, потому что, конечно же, все знают. У кого-то был. У меня этот спиннинг появился где-то в девяносто, наверное, втором-третьем, девяносто третьем году. Я так предполагаю. Появился он у меня где-то в девяносто третьем году. И ловил я на него в Шатуре, на Шатурских озерах. Я его использовал не как спиннинг под блесны, а как донку. Он дюралевый. Вот такая вот рукоятка пластик. Она со временем треснула. Вот здесь видно, что она треснула просто сама по себе. Она была монолитной. Но она при этом все равно намертво сидит. Вот такой катушкодержатель. Очень серьезный. Посмотрите на это сами, как это было сделано. Дальше у нас идет алюминиевый дюралевый бланк. Обратите внимание на сочленение. Это нужно крупно показать. Сейчас мы нашего оператора попросим. Мы отворачиваем накидную гайку. Вот, отвернули. Она вот так вот ездит по верхнему колену. Чуть дальше ракурс. Вот так, видите, накидная гайка. И вынимаем колено. Вот так у нас выглядит сочленение. Вот так у нас выглядит колено. Вот так у нас выглядит спиннинг в разобранном виде. Он длиной где-то два метра. Двухметровый. Вот. Обратите внимание на вот это волшебство. Он, в принципе, очень даже хорошо себе пружинит. И вообще вещь уникальная с точки зрения теста. Вот сейчас есть такое понятие, как тест. Узилищ. Все вы знаете. Смотрите, как сборку опять оператора попросим поближе. Стоп. Мы вставляем аккуратно туда верхнее колено. Начинаем закручивать накидную гайку. Цилиндрическую такую затягиваем. Но у меня резьба заржавела, закисла. Поэтому ее руками сейчас непросто. Ему все-таки, ну, с 93 года ему 30 лет. 30 лет, а все как новый. Вообще как новый. И вот, собственно, дальше у нас происходит такое понятие, как тест. Здесь тест очень серьезный. В принципе, можно закинуть гантелю. Я думаю, трехкилограммовую легко. Гантеля, кирпич, свинцовая грузила, ложка летала с него великолепно. Без всяких последствий для, собственно, самого спиннинга. То же самое, колеблющиеся блесна. Но вертушки легкие с него, конечно, не покидаешь. Но по тем временам это была вершина советской инженерной рыболовной мысли. И очень у многих он был. На водоемах встречались. Вещь уникальна еще и тем, что, в принципе, в случае конфликта с НАТО и так далее, его можно было использовать прям как оружие. Вот сейчас мы оператора попросим отойти подальше туда, по дорожке. Видите? Видно? Видно? То есть, в принципе, в принципе, можно было наносить колющие, режущие удары этим объектам. Можно было по-самурайски, как угодно. Если медведь на вас выскочил из леса, то медведя, соответственно, тоже можно было проткнуть и, в общем-то, сделать шашлык из медвежателя. Вот такая абсолютно уникальная вещь. И вообще ни хрена не делается, как говорится. Весло-то дюралевое, оно не ломается. Оно только гнется. Поэтому, поэтому мы ловили в очень суровых рыболовных условиях. Ну что, друзья, первые забросы. Ни разу, конечно, не ловил таким спиннингом. Еще неплохой заброс. Конечно, это не мультом кидать. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Первая борода. Поэтому наши условия были очень суровые, ребята. И когда в магазинах появились углепластиковые удилища, независимо от их теста, просто углепластиковые удилища. Я купил себе первый спиннинг. Это был Микадо, японец. Вот это была реальная тема по сравнению вот с этим. То есть, вот так закалялась сталь. Вот на это в Советском Союзе, и то это было не у всех. Мы, собственно, ловили рыбу. Сейчас это выглядит смешно, но самая главная вещь-то рабочая. То есть, автомат Калашникова, по сравнению с этим спиннингом, это так себе фигня, на самом деле. Вот здесь вот реальные инженерные решения. То есть, так, чтобы через года оно прошло и сохранило свои рабочие характеристики. Его, в принципе, сейчас можно оснастить катушкой, как донку, как донку, как фидер, да? То есть, эту фигню можно реально хорошо закидывать. И кидает она любую кормушку любого веса, вываживает она любую рыбу, абсолютно. То есть, ей вообще ничего не сделается. Там хоть карп, хоть сазан на 20 килограмм. Ну, пофигу. В Шатуре, собственно, таких сазанов и таскали. Вот. Вот такая вот интереснейшая история. И, наверное, сейчас для тех, кто не жил в то время, это, наверное, смотрится очень своеобразно. Но как на машине время не прокатиться. Вот так мы ловили. Вот за этим стояли очереди. Это покупалось в магазинах. Это было, в общем-то, хорошим удилищем на тот момент времени. В современном разнообразии это вызовет разве что смех, конечно, когда сейчас люди высматривают себе палку по тесту, построю. Да, там быстрый, сверхбыстрый, мягкий и так далее, жесткий. Вот у нас вот такая вещь. Кирпич можно закинуть и колебалку. Ну что, для скупых мужских слез еще раз эту красную рукоятку всем знакомую. Знакомую тем, кто ловил в то время. И вот такая вот алюминиевая вещь лежит у меня на заслуженной пенсии. Ну что, такая короткая зарисовочка. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свои комментарии обязательно. И другие, обязательно приглашаю вас на канал Дзен, который, как уже сказал в начале ролика, посвящен хоккею. Подпишитесь там очень, мне этим поможете. Вот обращаюсь ко всем своим подписчикам и друзьям. Будет здорово. Будем общаться там по хоккею. Опять же, поможете продвижению канала, если подпишетесь. Так что, буду рад вас там видеть. Будем обсуждать и хоккей там, и рыбалку тут. Давайте, скоро увидимся.